Может ли наступить беременность, если половой акт был прерван или по-другому не было семяизвержения внутрь? Ответим на этот вопрос. Первое, что нужно понимать, что не каждый, даже полноценный половой контакт с семяизвержением внутрь приводит к беременности. И это несмотря на то, что десятки миллионов сперматозоидов высвобождаются при этом внутрь женщины. Это в основном связано с тем, что у женщины может не быть в этот день овуляции. Вторая причина. В предсеменной жидкости или в смазке практически нет сперматозоидов. Или если есть, то их там единичное количество. Это доказывается тем, что когда мы берем секрет прицатель железы, мы в нем не видим обычно сперматозоидов. Если только есть какие-то застойные явления, то тогда в препарате мы видим единичные сперматозоиды. Третье. Даже если единичные сперматозоиды, которые могли содержаться в предсеменной жидкости или в слизи у мужчины, все же попали в влагалище, но при этом не было семяизвержения, то такие сперматозоиды не смогут нормально продвигаться до яйцеклетки. Потому что не было эякуляции, не было семяизвержения, нет секрета прицательной железы. То есть той среды, в котором сперматозоиды себя вольготно чувствуют и не утрачивают способность к нормальному движению. Поэтому ответ нет. Вероятность наступления беременности при таком раскладе сведена к нулю и практически невозможно. Но нужно помнить об очень важном моменте. В порыве страсти мужчина иногда, уже подойдя к эякуляции, может не успеть извлечь орган. И тогда первый залп или ползалпа все-таки попадает внутрь. Но он это может не заметить. И при этом, конечно, попадает много миллионов сперматозоидов внутрь. И при этом может наступить беременность. Также сперматозоиды могут попасть, если уже был перед этим один половой контакт. И через минут 5-10 вы продолжили второй половой контакт. То есть в уретре, в мочеиспускательном канале, есть достаточное количество сперматозоидов, которые могут попасть даже без эякуляции внутрь женщины. Очень важный момент. Да и вообще, прерванный половой контакт, как метод контрацепции, довольно-таки сомнительный. Во-первых, мужчина не может расслабиться. Он всегда сконцентрирован на том, чтобы не пропустить тот момент начала эякуляции. И это откладывает отпечаток, возможно, даже иногда, на его эректильную функцию. Поэтому лучше такой метод контрацепции не применять. Продолжение следует...